Добрый день, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0 оформить уступку права требования у должника. Здесь давайте мы посмотрим, если мы зайдем в отчеты, оборотно-сальдовую ведомость и сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, то есть здесь вот надо выбрать, либо через показать все, либо в быстром поиске нужный нам счет указать период и сформировать. Здесь вот у меня есть задолженность перед ООО-консультант на 24 тысячи, которая не была оплачена. И эта задолженность будет передана другому контрагенту, то есть ООО-консультант передает нашу задолженность перед ним другому контрагенту. И нам, соответственно, нужно это тоже оформить у тебя в учете. Как мы это будем делать? Нам нужно зайти либо в продажи, либо в покупки и выбрать документ корректировка долга. То есть вот здесь вот он есть еще и здесь в продажах тоже есть корректировка долга. Далее нам нужно создать новый документ, указать дату, ну пусть будет дата такая у нас. И вид операции здесь нам нужно выбрать перенос задолженности, так как мы будем задолженность переносить. И переносить мы будем задолженность поставщику. Наш поставщик – это вот наш контрагент, который мы здесь посмотрели ООО-консультант. Можно в быстром поиске посмотреть, либо впечатывать, либо через показать все, как вам удобно. Новый поставщик – тот, кому передается наш долг. Здесь мы можем выбрать из перечня, если он у нас есть в перечне уже. Если вдруг это какой-то новый контрагент, тогда нажимаем на кнопку «Создать» и создаем контрагента, указываем его номинование, указываем все реквизиты. Либо если у нас подключен сервис 1С-контрагент, мы можем заполнить реквизиты автоматически по его ИНН или номинованию. Здесь я возьму какого-то контрагента, который у меня уже не в перечне, путь будет ООО-база. Далее можно нажать «Заполнить остатками по взаиморасчетам». И здесь выходит вот как раз наш документ на 24 тысячи от 15 января. И здесь нам нужно просто указать новый договор. То есть это договор получается с ООО-консультант. А здесь нам нужно указать договор с контрагентом БАЛ. Здесь договор может быть, если это новый, то тогда создаем. Это может быть не договор, например, даже, а просто уведомление поставщика о смене кредитора. Но чтобы здесь ничего не создавать, я просто выберу то, что есть. Здесь у нас документ расчетов указан. И счета у нас остаются такие же. То есть здесь дебет и кредит будут одинаковые. 60 и 60. Потому что у нас просто меняется номинование поставщика. Сам счет у нас меняться не будет. Далее нажимаем «Провести» и смотрим проводку. Здесь у нас, как я сказала, счет не меняется. 60.01 по дебету, 60.01 по кредиту. Но меняется поставщик. С ООО «Консультант» задолженность переходит ООО «База». Если здесь мы посмотрим. Ну вот здесь вот у меня база тоже была задолженность, но она была закрыта. Видите, сейчас ООО «База» задолженность нет. Есть задолженность перед консультантом. Если я переформирую. Так, надо период здесь поменять. Давайте до конца года поставим. И переформируем. Видите, задолженность перед консультантом ушла. То есть мы ее закрыли. Но теперь у нас есть задолженность перед ДОО база на 24 тысячи. А по консультанту у нас здесь нет задолженности. То есть мы ее передали вот сюда. И соответственно, когда мы будем уже эту задолженность перед новым контрагентом погашать, мы будем оформлять платежные поручения и будем оформлять списание с расчетного счета. Но здесь нам нужно будет не на основании создавать, а просто создавать, если мы платежные поручения в программе создаем вот отсюда, через раздел «Банк и касса». Если мы загружаем списание с расчетного счета, тогда мы заходим в выписки и загружаем из клиент-банка. Но здесь, если я хочу создать, допустим, списание, мне придется вручную, у меня здесь клиент-банк не подключен. Допустим, каким-нибудь числом укажем. У базы сумма у нас 24 тысячи. Здесь договор с ООО база 1. Нажимаем «Провести» и вот у нас задолженность погашается на 24 тысячи. Теперь, если мы сформируем, у нас эта задолженность погашена, то есть вот она здесь прошла. Теперь ее здесь нет. Таким образом, мы передали задолженность новому поставщику ООО база и затем погасили эту задолженность нашему новому поставщику. Вот таким вот образом в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0 мы можем оформить уступку права требования у должника. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоканалы. И заходите в мою группу в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго. И до встречи в моих следующих видео. До встречи в моем канале.